МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня здесь не так многолюдно, как обычно, дождик многих напугал, но организаторы вспоминают, что когда фестиваль только открывался, была такая же погода, тоже шел дождь. Поэтому дождь для этого фестиваля – хорошая традиция. А традиция – это то, что нас объединяет, то, что не дает потерять связь времен и поколений, то, что сочетает в себе историю, культуру и современность. В этом основная идея фестиваля, говорят организаторы. Это традиция – семейный фестиваль. Это праздник русской литературы, это праздник театра, это праздник каких-то уникальных концертных выступлений. И сегодня мы не стали отступать от традиции, и наша программа подготовлена таким образом, чтобы наших жителей можно было чем-то удивить. Более 20 событий на пяти площадках парка. Сказки для самых маленьких, активные игры и мастер-классы, русские народные песни и хороводы, выступления знаменитых оркестров, музыкантов и певцов. Традиция – фестиваль для широкой аудитории всех возрастов. Фестиваль этот чудесный, замечательный, потому что это праздник всей семьи. Сюда приезжают очень со своими семьями, посмотрите, сколько много детишек у нас. Это всегда традиционно, это замечательно. И здесь приходят и уже пожилые люди. Просто отдохнуть, отдохнуть, посмотреть, прикоснуться к Александру Сергеевичу Пушкину. Потому что маленький Пушкин здесь тоже все-таки прошли детские годы. Посмотреть музей. Ко всему происходящему невозможно остаться равнодушным. В усадьбе, где провел детство маленький Саша Пушкин, царит особая атмосфера. Прекрасное место, независимо от сезона и независимо от того, что здесь происходит. А когда здесь фестивали, подобные сегодняшнему, то это особое настроение, особый смысл. Начинаешь как-то задумываться. Сегодня мы задумываемся о литературе, о поэзии. Хотя, собственно говоря, само место, оно, наверное, всегда тоже способствует именно этой тематике. Весь день у главного усадебного дома проходили встречи с выдающимися деятелями культуры. Писателем, публицистом и основателем фестиваля Захаром Прилепиным. Протеереем Андреем Ткачевым. Плюс-минус 30 невероятные и правдивые истории из жизни. На презентации своей новой книги Леонид Якубович поделился с гостями фестиваля некоторыми из них. Я вдруг понял, что самая большая ошибка в моей жизни – это то, что я никогда не вел в милик. Вне зависимости от того, умею я писать, не умею писать. Просто надо было каждый день отмечать, что с тобой происходило. Это касается вообще каждого. Надо детей учить это с самого раннего детства. Каждый день писать. Сегодня я с мамой уходил, а завтра я там и так далее. Пойдут очень много лет, и какие-то обрывки всплывают. И так хочется вспомнить. Какие-то лица, какие-то удивительные старые пожелтевшие фотографии. Кто это? Все желающие могли задать вопросы и насладиться живым общением. Ежегодно фестиваль «Традиция» проходит при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации Одинцовского городского округа. Посетить его можно абсолютно бесплатно. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». Субтитры создавал DimaTorzok